Всем привет! На моем канале самые свежие и актуальные новости Дома-2 на текущий день. Не забудь подписаться! Виктория Романец вчера показала полноценные фотографии своего нового носа. Лично я особой разницы не вижу, а вы? А вот и новенькие девушки Наталья и Надежда. Напомню, что Наталья пришла на днях к Илье Григоренко, а Надежда пришла несколько дней назад к Винцеславу. Олег Бурханов уже на поляне. Евгений Кузин и Александр Артемова уже вылетели в Москву и тоже скоро будут на поляне. Мария Бухун окончательно и бесповоротно рассталась с Ильей Ябаровым. Над эти Илья ее жестко избил, девушка вся в синяках и ссадинах. Маша просит ведущих убрать неадекватного мужчину с острова любви, потому что она его боится или же вернуть ее на поляну. Также девушка сообщила, пожелав ему счастья, он продолжает меня оскорблять последними словами, провоцирует, я обхожу его стороной. Я не смогу оставаться с ним на одной площадке, человек должен быть наказан за свои действия, у него не в порядке психика, прошу ведущих отправить его на поляну. Либо отправить меня на Сейшелла настоящего мужчину, иначе мне придется покинуть проект, я его боюсь, он неадекватный. Илья меня использовал, чтобы попасть на остров, я очень люблю это место, оно для меня дорого, и я здесь действительно хочу построить серьезные отношения. Айя Баров уверяет, что он был в полном адеквате, когда пинал бухун ногами, а вот она точно неадекват от своих тайских таблеток, наивно надеясь на его адекватность, за что и получила адекватное выдирание жидкой шевелюры. Андрей Чуев пообещал Марине Африкантовой сыграть свадьбу 23 декабря. Марина от радости побежала готовиться, даже не спросив, с кем именно свадьба у женатого Чуя. Кристина Лисковец, судя по всему, уже не собирается на поляну и весело проводит время с операторами проекта «Дом-2». Кристина написала, самые лучшие операторы – наши операторы, с вами никогда не бывает скучно. Игорь Трегубенко мило провел вечер на поляне, поедая шашлык и купаясь во внимании проектных девочек, которые считают его самым обворожительным мужчиной. Элла Суханова и Кристина Дерябина, понимая, что им ничего не светит среди молодых красоток на поляне, вчера рванули за периметр, в надежде и себе найти хоть кого-то или что-то обворожительное. А Николай Должанский отвез свою молодую невесту Руслану на шоппинг, позволил ей одной походить по торговому центру, а сам спокойно сел в кафешке и с удовольствием выпил пивка. Ольга Жемчукова не поддается на провокации, любит мужа и счастлива в браке. Последние новости Дома-2 на 2 декабря. После того, как новенькая красотка Диана предпочла Кроткова, Илья Григоренко собрал вещи и покинул проект. Но обещал вернуться, хотя истинная причина его побега никому пока не ясна. В связи с этой ситуацией Александра Гозио с трауре по ее молодому любовнику и обещает вечно хранить ему верность у халявного корыта. Девушка реально плачет и страдает и призналась, что очень сильно полюбила Илью. Светлана Кальметова покинула проект по собственной инициативе. Девушка сообщила, я больше не могла терпеть издевательств со стороны Николаса. Я думала, у нас не получится нормальные отношения, но он не смог держать себя в руках. Постоянно хватал меня, оскорблял, поднимал руки. Я недавно сделала операцию на грудь, Николас прекрасно знал об этом, но и это его не остановило. Последней каплей стало то, что он взял льдышку и кинул мне в глаз. Мне было очень больно и обидно, у меня случился нервный срыв. В коллективе я поддержку не нашла, я не могла терпеть такое отношение и ушла с проекта. На этом все, спасибо за просмотр. Текст взят из тематических групп. Подписывайтесь на видео новости, ведь смотреть и слушать гораздо интереснее, чем просто читать.